Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня суббота в Киеве, 21 час. Это время программы «Украина с Тиграном Мартиросяном». Мой гость на этой неделе – президент Республики Армения Армен Вартанович Саркисян. О том, почему не удается остановить огонь в Нагорном Карабахе, о роли Турции в конфликте и, главное, об условиях, при которых возможен долгосрочный мир в регионе, наш разговор далее. Господин президент, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень признателен, что вы нашли время и возможность выйти на связь. Безусловно, хочу поговорить с вами о ситуации в Нагорном Карабахе, где уже более чем месяц продолжаются ожесточенные боевые действия. Исходя из той информации, которая есть в публичном доступе, на данный момент военное противостояние ведется на стратегических позициях, и эти дни могут стать переломными в конфликте. Как вы оцениваете текущую ситуацию в Нагорном Карабахе? Какова она на текущий момент? Более месяца уже идут эти бои. Мне кажется, эта война абсолютно необоснованная. Начали 27 сентября азербайджанов с сильной поддержкой Турции. И начали ее и ожиданно, и неожиданно. Ожиданно в том смысле, что последние несколько лет они готовились к этой войне. Это было видно, не неожиданно, потому что все-таки переговорный процесс шел, его никто не закрывал. И все эти годы, около 20 лет переговоры шли. Они шли достаточно успешно. Естественно, были дни, когда стороны, это или другая сторона, были удовлетворены или нет. Но все равно, любые переговоры намного лучше войны. Война – это гибель людей, гибель людей с обоих сторон. Это разрушение, не строительство. И в данном случае, к сожалению, азербайджанская сторона с первых дней войны начала бомбардировки гражданского населения. И начали они со Степана Керта. И первый же день были у нас случаи, когда дети и взрослые пострадали от этого. Сильно пострадали и потеряли жизнь. Так что, к сожалению, война идет, она развязана азербайджаном. И я бы сказал еще раз, что это абсолютно необоснованная война. Первая война Карабахская, она длилась несколько лет. И были дни, когда все говорили, вот-вот уже конец. И были дни, когда сказали, вот-вот уже конец с другой стороны, победа. Но реально, в принципе, она длилась очень долго, несколько лет. И все равно закончилась перемирием, которое было подписано в 94-м Бишкеке. Между сторонами и стороны были Азербайджан, Армения и Карабах. Хочу это особенно отметить. Пожалуйста. Да, это очень существенно, то, что вы обозначили. Я вот хочу как раз спросить. И сейчас, за время обострения конфликта, за последние несколько недель, состоялись переговоры в том же формате с сопредседателями Минской группы. Уже трижды заключалось соглашение о прекращении огня. Последняя встреча была в Женеве, министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Почему продолжается конфликт вопреки этим соглашениям? Я бы упростил задачу, все эти попытки со стороны в начале Российской Федерации, потом французы попробовали, потом США, госсекретарь Помпео, потом в Женеве встречались с министрами. Но все это заканчивается неудачно по очень простой причине. Потому что кроме двух сторон конфликта, то есть республики Арцах, народа Нагорного Карабаха и Азербайджана, есть и третий участник, который не заинтересован в перемирии. Это Турция. Если говорить о роли Турции, существует гипотеза, что и инициатором фактически этого военного наступления была именно Турция. Склонны ли вы согласиться с такой точкой зрения? И как давно, на Ваш взгляд, в таком случае планировалась эта операция военная? И, господин президент, можно ли говорить сейчас, что время было выбрано в том числе не случайно? Я имею в виду конец сентября, когда началась эскалация, это разгар пандемии по COVID-19, это разгар президентской кампании в Соединенных Штатах в том числе. Ну, Вы вроде сами ответили на Ваш вопрос. Ну, я с Вами согласен. То есть, предположение, что Турция была инициатором, мне сложно судить, я не был там. Но это между руководителями Азербайджана и Турции. Их отношения имеют долгую историю. То, что Турция была заинтересована, было это видно по очень простой причине, что Арцахская война, и, к сожалению, не единственное место, где Турция создала нестабильность и, в принципе, делает все, чтобы разрушить все возможные статусы КВО. То есть, создавая Турция вокруг себя, создает нестабильность. Да, посмотрите, они же были вначале и в Египте, потом были в Ливии вместе с другими, потом в Ирак. Они говорят о территориальной целостности Азербайджана, но сами вошли в Ирак. В общем, там никто не обращал внимания на территориальную целостность Ирака. Потом Сирия, то же самое там, потому что Турция не посмотрела на территориальную целостность Сирии, нашла поводы, вошла туда. А сейчас в Азербайджане они хотят бороться за сохранение территориальной целостности Азербайджана. Ну, во всяком случае, это очень-очень странно выглядит. Турция создает нестабильность в Восточном и Среднезаимноморье, она в противодействии с Крецией, с Кипром, то есть везде. Она создает нестабильность и сама их создает, потом все обращаются к ней, чтобы она ее разрешала. То есть, она становится важной фигурой. То есть, это амбиция Турции стать региональным большим игроком, чтобы ее признали, ее важность. Да, в данном случае, в случае Азербайджана, у них несколько интересов. Во-первых, показать младшему брату Азербайджану, что вот вы не можете сами решить, я для вас решу. Естественно, любой такой сервис имеет цену. И цена в том, что Турция имеет сейчас огромное влияние на Азербайджан, и они, по всей видимости, там и останутся. И тогда их влияние на энергетические носители, газопроводы и нефтепроводы, которые идут с Каспия, в Центральную Азию, в Европу, будут под их контролем. То есть, Европа будет в каком-то смысле заложником Турции. Ну и третье – это беженцы у них, потому что в Турции 4 миллиона беженцев. И в основном это беженцы из Сирии. Турция создала, одна из сторон создания сирийского кризиса, она и создала кризис беженцев. Вот беженцы сейчас – это огромная карта влияния на Европу. 4 миллиона их стоят на границе с Европой. И, в принципе, Европа платит большие деньги, чтобы они оставались в Турции, через 6 миллиардов евро. За такие деньги, наверное, эти беженцы очень хорошо живут. Но реальности нет. Ну и еще плюс террористы, которые их привели и привела Турция в Азербайджан. Так что, да, у Турции своя игра, и поэтому каждый раз, когда в стороны договариваются о перемирии, есть сторона, которой говорит «нет». И это явно не армянская сторона. Руководители Азербайджана и Турции говорят о возможном военном решении конфликта в Карабахе. Как вы оцениваете такие заявления? Как трактуете эти слова? И видит ли Ереван такой вариант решения конфликта военной? Ну, знаете что, то же самое говорили 30 лет тому назад, во время Первой войны. Вначале у Турции было преимущество, и все говорили, что они будут решать его военным путем. А потом оказалось все наоборот. Вот, и все это закончилось мирными переговорами. Закончилось тем, что перемирие наступило, и начали эти переговоры. А к этому объявлению, таким заявлением, я отношусь как-то немножко скептически, потому что в мире, в принципе, нет решений военным путем. Да вы посмотрите на историю, всю историю Европы, свою историю, украинскую историю посмотрите. Никогда не было решений или окончательных решений, статусов, которые базировались на военных результатах. Всегда все равно приходилось сесть где-то за стол переговоров и договариваться о будущем. Потому что если не договариваться о будущем, вы думаете, что карабахцы забудут? Если они даже вытолкнут из каких-то деревень и городов Карабах, они забудут, не будут бороться. Да, карабахцы живут в Карабахе несколько тысяч лет. Они видели и более агрессивных завоевателей, в кавычках. Начиная от великих монголов, кончая Тимуром, и турками, и сельчуками, и всеми остальными. Она не закончится. Нет решения военного. Есть только решение переговорное. И когда стороны садятся за стол, подписываются за определенной бумагой, и подальше стараются ее выполнить. Потому что ни Азербайджан, ни Карабах не исчезнут с этой планеты. Господин президент. Могу привести очень простой пример, который я привожу очень часто. 105 лет назад та же самая Турция в лице Османской империи решила избавиться от армян. В Западной Армении. Именно тогда был геноцид армян и этническая чистка. Армян выдворили из тех земель, где они жили тысячелетиями. Когда вообще турков не было, потому что они были в Центральной Азии. Вот эта этническая чистка закончилась геноцидом армян. И что? Все это закончилось? Нет. И закончилось, потому что, несмотря на то, что поле 100 лет прошло, армяне везде и всюду помнят его. Это уже не те армяне, которым удалось выжить во время геноцида. Это их внуки и правнуки. Но все равно это не забыто. И сейчас армяне борются по всему миру, чтобы было признание геноцида. И многие страны ее признают. Начиная с Сената США, кончая Францией, кончая парламентом Германии, Российской Федерации и другими странами. Так что эта борьба будет продолжаться, если даже им снится, что они смогут военным путем решить вопрос. Войны заканчиваются за столом переговоров. А зачем идти дальше, когда этот стол переговоров уже есть, и он очень представительный. Можно было сесть, и в принципе армяне все эти годы не строили бункера, не строили военные объекты, а наоборот строили дороги, больницы. То есть армяне жили с мечтой, что будет жить в мире. А азербайджан решил, что нет, давайте разрушать все это. Ну, тем более вы правильно обозначили, любая война рано или поздно кончается миром. И исходя из этих суждений, разумеется, почему и для чего нести огромные человеческие потери. Я у вас о чем хочу спросить, господин президент. Не так давно, несколько недель назад, вы встречались в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и говорили о ситуации в Карабахе. Как генсек НАТО объясняет позицию и действия страны-члена Альянса, страны-члена НАТО Турции? Ну, в принципе, как он мне объяснял во время наших закрытых переговоров, к сожалению, вам рассказать не могу. Но вы можете быть абсолютно уверены, что я вопрос задал и очень так, как-то поставил этот вопрос ребром, потому что мне непонятно, не только как президенту, но и как человеку, который знает, что такое НАТО. Я был первым послом Армении в НАТО. Как эта организация работает, мне непонятно, как это возможно, что страна-участник НАТО может использовать оружие НАТО. Потому что то, что используется в Карабахе турецкой стороной, или то, что они выдали Азербайджану, это оружие НАТО. Оно может быть турецкое. Оно построено, допустим, те же самые дроны Байрактора, они сделали там мотор австрийский. Допустим, определенный авионик из Канады, управляя управлением этими снарядами Великобритании. Это НАТОвское оружие. И вот это оружие, офицеры, которые были тренированы НАТО, тактика ведения войны НАТО. Все это применяется против Нагорного Карабаха. Где Нагорный Карабах, где НАТО? Ну, естественно, наши переговоры, я бы сказал, что я доволен переговором, потому что вопросы были поставлены, типа, очень конкретно. И я получал ответы, которые более-менее я знал, какие я получу ответы, но этот разговор должен был состояться. Потом во время пресс-брифа обе стороны мы высказали, что он должен был высказаться. Но давление НАТО должно продолжаться. Потому что... Давление НАТО на Турцию вы имеете в виду? Да? Что? Давление НАТО на Турцию вы имеете в виду? Давление НАТО, чтобы НАТО давило на Турцию. Потому что в противном случае НАТО, как организация, не может дальше управляться одним из своих членов. Но это... И его активность не закончится Карабахом. То есть там потом упаси Бог, где они еще появятся. И чем они будут заниматься. То есть такое поведение Турции фактически дескредитирует НАТО. И мне кажется, такое поведение, оно более поведение анахроническое. Оно старое такое поведение. Но как они себя ведут? Или высказывание Турции о том, что нужно создать, значит, коалицию или даже армию. Старостанка туркоязычных стран. Это типа какой-то динозавр из какого-то другого века. Но 21 век. Мир уже не однополярный. В принципе, многие международные организации неэффективны. То есть очень многое в этом мире нестабильно и непостоянно. Я даже ее называю новым миром квадрового поведения. В этом мире квадрового поведения вот такие динозавры, они могут быть очень опасны. Потому что когда Турция говорит о своих, значит, этнических братьях, ну посмотрите, где они тянутся. Они тянутся... Далеко на Азию туда. Центральную Азию, Китай, Монголию, Россию. Посмотрите, сколько этнических братьев всех живут. На Украине их много. Так что каждый раз Турция будет использовать технологии и военное оборудование на то, чтобы помогать своим сестрам и братцам. Ну, это средневековье. Ну, тем не менее, часть цивилизованного мира и мирового сообщества сегодня склонна закрывать глаза на такое поведение. Хочется верить, что такое поведение, я имею в виду глобального международного сообщества, ключевых геополитических игроков, будет меняться с течением времени, ближайшего времени. Тем не менее, господин президент, насчет поддержки, которую сегодня получает Карабах. Насколько я понимаю, речь сегодня может идти только о помощи армян со всего мира. Помощи финансовой, материальной, гуманитарной. Насколько она сегодня существенна, эта помощь, как вы ее оцениваете? Я могу сказать то, о чем знаю наверняка, с момента начала конфликта, буквально с первых дней, в Ереване работает оперативный штаб Союза армян Украины, где координируется работа для оказания гуманитарной помощи пострадавшим, руководит штабом глава Союза Верлен Шатварян. Там ведется колоссальная работа. Вот насколько она значима сегодня? Как вы ее можете оценить? Хорошо, в принципе, начну с первой части вашего вопроса. Действительно, время было выбрано очень аккуратно. Соединенные Штаты заняты своими выборами. И результаты этих выборов будут известны еще в течение... Сокончательный результат будет виден уже через несколько месяцев. Ни завтра, ни послезавтра. Так что рассчитывать, что США может как-то более активно вовлечься в разрешение этой проблемы, нет. Европа тоже занята своим Брекзитом, коронавирусом, экономическими проблемами. Все заняты сегодня. И в этом смысле еще плохо то, что еще нужно отметить это еще раз, что бесчеловечность начала этой войны. Начинается война не только там, где есть возможность решить вопрос переговорами. Ну, хорошо, ты чем-то недоволен, кем-то недоволен, можешь высказаться. Кто-то поменяется, что-то поменяется, потом все это войдет в нормальные руслы. Но нельзя начинать убивать людей, потому что ты чем-то недоволен. Что это означает? Что это не только показывает гуманитарную, очень нечеловечную суть этой войны. Она просто была рассчитана на то, что все заняты, раз. Во-вторых, идет война в том же самом Азербайджан и в той же самой Турции. Идет война. И война непростая в Турции тоже, потому что коронавирус там растет с огромными темпами. Это раз. Во-вторых, у них экономика идет вниз, тоже с огромными темпами. Вы посмотрите на поведение лиры. И посмотрите на армянский рам, который абсолютно стабилен. И в этом смысле, да, у нас очень добрые отношения и стратегические отношения с Россией. Но у России, у нее тоже такие же хорошие отношения с Азербайджаном. И это полезная вещь, потому что Россия может быть хорошим посредником в этом смысле. Но вы правы, что армяне борются сами за себя. Но они же также боролись во время первой Карабахской войны. Это карабахцы, которые знают, как воевать за свою страну. Это поддержка со стороны Армении. Это ребята, которые добровольно решили идти помочь Карабаху. И эти ребята не только из Армении, но и из диаспоры. Потому что для многих это повторение геноцида. Присутствие Турции сразу меняет всю историю. Если можно было без Турции думать, что это проблема в праве самоопределения и территориальной ценности, цель за целостность Азербайджана, присутствие Турции меняет полностью всю эту ситуацию. И поэтому я хочу использовать эту возможность, если такая возможность есть, поблагодарить армянскую общину, армян, которые живут, и друзей армян, которые живут на Украине, за их помощь. Потому что еще раз я хочу повторить, Любая такая война, она отечественная война для нас, для армян, это отечественная война. Ее выигрывает сам народ. И единственное, единство этого народа выигрывает такую войну. Даже не оружие. Любое оружие, оно играет определенную роль только в начале такой войны. И дальше идет сила воли, сплоченность. Вот сплоченность нашего народа вокруг этой проблемы Карабаха. И та помощь, которой народ Карабаха сегодня не нуждается. Потому что, когда мужчины воюют, жены и дети, часть из них нуждается в помощи. То есть они становятся бездомными. И нужно им помочь. То есть социальная помощь, помощь... Я бы их не назвал беженцами. Но временно их статус очень неопределен. И поэтому помощь со стороны всемирной диаспоры армянской, в данном конкретном случае украинской, я бы хотел ее очень высоко оценить. Поблагодарить всех наших соотечественников. И сказать, что ваша помощь, она не только оценена, она абсолютно нужна. Абсолютно нужна. Время для нашего народа быть всем вместе. Одним кулаком. Спасибо, господин президент. Я вам хочу сказать, что вы очень правильно отметили и большого количества друзей армянского народа в Украине. Потому что сегодня здесь в стране не понаслышке знают, что такое война, что такое гибель людей, что такое губительные последствия, и беда, которую несет эта война и военные действия. Насчет пути политико-дипломатического урегулирования ситуации. Хочу вас спросить. Вы вспомнили о Бишкекском протоколе, который был подписан в 1994 году, протокол о прекращении огня. С тех пор действительно удавалось, вы абсолютно правы, сдерживать военное противостояние и не допускать конфликта, его эскалации. Но, тем не менее, не удавалось договориться о перемирии, заключить мировое соглашение. Почему, господин президент, за 26 лет этого не удалось сделать? Ну, во-первых, я не согласен с вами, что не удавалось, потому что такие переговоры, они настолько сложны, что там очень много деталей, кроме больших вопросов, которые стоят. Безусловно, я имею в виду, что не удавалось просто поставить точку. Вот закончите. А кто сказал, что нужно было поставить точку в течение 26 лет или 36 лет? А вы посмотрите на другие конфликты в мире. Палестинский вопрос, сколько лет идут, шли переговоры, подписывались бумаги, решалось, не решалось. Это же очень сложный вопрос. Я бы еще раз могу, я еще раз хочу подтвердить здесь ту мысль, что если бы не негативное влияние на этот процесс Турции, по всей видимости, во-первых, этой войны не было бы, и по всей видимости, мы были бы еще ближе к решению, мирному решению этого конфликта. Если говорить о политико-дипломатическом пути поиска компромисса, готов ли Ереван идти на уступки в переговорном процессе, и есть ли по состоянию на сегодня модель урегулирования ситуации, которая устроила бы обе стороны? В общем, армянская сторона всегда все эти 26 лет или больше, больше, я бы сказал, больше, более 30 лет всегда говорила, что готовы к нормальным мирным переговорам. И для того, чтобы доказать это, не надо идти куда-то, очень простая вещь. Армения до сих пор не признала независимость Карабаха. По очень простой причине. Потому что если Армения признает независимость Карабаха, тогда мало что нужно уже обсуждать. Понятно, да. Чтобы мы признали, и кто-то еще признает, какая-то дружественная страна, а потом вторая, потом третья и так далее. Но этот вопрос обсуждается в ряде стран. Мы всегда верили, мы всегда верили, что окончательное решение, стабильное, постоянное решение, вот такого решения можно добиться только путем переговоров, а не декларации, признания независимости. Но, естественно, если в конце этого туннеля уже света не будет видно, тогда, наверное, Армения и признает независимость Карабаха. Но, отвечая на вас вопрос, чего Армения готова или чего не готова, во-первых, это тема для переговоров. А переговоры не идут. Если бы они даже вышли, я бы не ответил вам, потому что у нас после 2018 года переговорщиком является премьер-министр, а не я. Премьер-министр и министр иностранных дел. То есть это их епархия, и они отвечают за переговоры, за удачные и неудачные. Пожалуйста. Принимается эта позиция, спасибо большое. Насчет премьер-министра Николы Пашиняна накануне глава правительства Армянского заявил о том, что одним из оптимальных путей решения конфликта может быть ввод миротворцев. Господин президент, насколько возможно, что в ближайшее время миротворческие силы будут размещены в Карабахе? И правильно ли я понимаю, что на данном этапе именно противоположная сторона исключает такой вариант развития событий? Ну я так понимаю, что именно противоположная сторона ее исключает, потому что ей кажется, они чувствуют, что они продвигаются вперед, и никакие миротворцы не нужны. Это раз. Но это обычная история, я как говорил, именно такие же процессы мы видели 30 лет тому назад во время первой Карабахской войны. Но мне кажется, важность в данный момент миротворцев в том, что существует третья сторона. 26 лет обе стороны более-менее сдержанно вели себя без миротворцев. Даже можно было как-то рекламировать эту вещь. Вот посмотрите, в Армении, между Карабахом и Азербайджаном миротворцев нет, а вот перемирие сохраняется. Но как-то сглазили. Но сглазили из-за того, что появился третий его игрок – Турция. Поэтому, мне кажется, вот введение миротворцев в будущем обязательно. Кто будут эти миротворцы? Самые оптимальные миротворцы – это, естественно, Россия. Потому что это страна, которая имеет хорошие, нормальные отношения с Азербайджаном и с Арменией. Она сопредседатель. И она, в принципе, один из тех стран, которые стараются как-то урегулировать, привести данные военные действия к перемирию. Это мое личное мнение. Принимается. Вот насчет противоположных миротворческим силам военных организаций, структур, которые, увы, имеют место быть и участвуют в конфликте. В Минобороны Армении уже неоднократно заявляли о задержании сирийских наемников. И эти заявления звучат регулярно и часто звучали, несмотря на то, что в Азербайджане и в Турции опровергают то, что нанимают с третьих стран у разного рода боевиков. Сегодня, господин президент, есть подтверждение тому, что подобные силы, террористы, боевики используются противоположной стороной в Карабахе. Да, ну, в общем, знаете, мы зря теряем время, говоря об этом, есть они или нет, потому что они есть. Во-первых, фактически они есть, и это видно на всех спутниковых каналах. Во-вторых, видно, как их передвигали сюда. В-третьих, многие страны, включая Российскую Федерацию, на уровне руководителя внешней разведки и Министерства иностранных дел России подтвердили, я не говорю о других странах, никто даже это не обсуждает. Ну, президент Франции об этом говорил, среди прочего, да. Да, в Европе все знают, что они есть. Но это не простые террористы, это экстремисты. Это люди, которые принадлежат к организаторам, которые абсолютно запрещены. И в Европе, и в Восточной Европе, и в России, и везде. Ну, а это люди, которых привела туда Турция. Это те организации, которых финансируют эти организации, готовят их в Сирии. Это известные факты. Их появление, знаете, во время Первой войны были индивидуумы. Какие-то моджайдины из, скажем, Афганистана или кто-то из Пакистана, или откуда-то еще. Но в данном случае это организовано. Организовано на уровне государства. Такие вещи называются государственным терроризмом или терроризмом, организованным государством. И, в принципе, это не впервой. Те же самые террористы были и в Сирии, те же самые террористы были и в Ливии, и в Египте. Могут завтра оказаться в Европе. Ждите. А какими будут последствиями, господин президент? Если мировая общественность... Что? Вот я хотел спросить. Да, вот если мировая общественность, как вы говорите, да, это однозначно понимает, пусть и не всегда об этом прямо говорит, да. Рано или поздно ответственность должна быть какая-либо, да, за подобного рода действия. Наказание, если угодно, да. Каким оно должно быть согласно международному законодательству и нормам международного права? Ну, я не судя международного суда, но мне кажется, наказание будет в реальной политической жизни, потому что ничто безнаказанное не уходит. И всему своя цена есть. То есть, к сожалению, будут наказаны европейские страны сами тоже, потому что этот терроризм, как этот терроризм организованный из Афганистана появился в Европе. Потом тоже самой Америки сотворили то, что они сотворили, этот терроризм тоже появится там. То есть, наказание будет не в форме международного суда. Но страна, которая все это организует, тоже должна будет понести наказание. И мне кажется, в будущем будут суды, международные суды. Будут они в ГААГе или в другом месте, я не знаю, но они будут. Потому что такое безответственное отношение ко всему. То есть, Турция кажется, что ей все можно. Ей все можно. И террористов привозить, и создавать этих мигрантов, и давить на Европу этими мигрантами, и давить на Европу энергетикой, и вообще создавать все эти очаги нестабильности. Это такой абсолютно неограниченный оппортунизм. Но мне кажется, он плохо закончится в конечном итоге. Но, к сожалению, армяне в Карабахе стали жертвой всей этой политики турецкой. В этом смысле, армяне в Карабахе борются не только за свою независимость, не только за свои ценности, не только за свое наследие и культурно, не только за свою веру, но они борются за то, чтобы остановить то, что двигается в направлении Европы тоже. Это огромные риски, которые двигаются в направлении Европы. Учитывая последние трагические события в ряде европейских стран, вот об этом разрезе конфликта хочу у вас спросить, господин президент, о религиозном факторе в карабахском вопросе. История имеет культурно-духовные в том числе корни, это противостояние. Насколько вероятно, сегодня звучат опасения, что регион в принципе может стать в ближайшей перспективе в случае негативного сценария развития событий, такой точкой глобального христианско-мусульманского противостояния? Нет, такого не может быть ни в коем случае, потому что это не религиозная война. Это другое дело, что господин Эрдоган объявляет сам себя и хочет стать великим лидером всех туркоязычных наций. Это одно, это его желание. Как этот анахронизм сможет работать в 21 веке, по-живому, увидим. Турция не представляет ни в коем случае исламский мир. Самое большинство исламских стран жили под Османской империей, и в принципе они хорошо знают, что это такое. И ни в коем случае Турция не является. Вы посмотрите, какое отношение к Турции, допустим, в Персидском зале и в других арабских странах. Начиная от Египта, кончая с Саудовской Аравией. Ни в коем случае. Потому что это не религиозная война. Другое дело, христианское свое наследие защищать. Потому что первым делом турки что делают? Бомбят церкви. Но это не потому, что они такие сильные мусульмане, или это религиозная война. Нет, они знают, что это очень ценно для армян. Во-вторых, они знают, что во время бомбежки там дети и старики. Вот моральная сторона этой войны. В завершении, по вашим оценкам, как вы можете оценить в ближайшие перспективы конфликта в Карабахе? И есть ли надежда на то, что в определенном обозримом будущем он будет урегулирован? Во всяком случае, хотя бы будет обеспечено прекращение огня? Ну, давайте я так закончу наш разговор тоже маленьким посланием нашим армянским сестрам и братьям. В принципе. Президент Армении не живет категориями надежд. Я не живу надеждами. Мой день не начинается, не кончается надеждой. Я каждый день с утра до вечера работаю. Как наши воины на фронте воюют. Каждый день с утра до вечера работаю для этой победы. И поэтому я уверен, все мы вместе, когда мы будем все вместе, победа будет за нами. Победа в нашем случае это сохранение своего дома. Да, да. В любом случае, мы сегодня об этом с вами сказали, господин президент, что любая война рано или поздно заканчивается, заканчивается миром. Хочется верить, что как можно скорее. Она закончится как в Карабахе, так и в Украине, и во всем мире. Я благодарю вас за возможность поговорить, за интервью. Спасибо, господин президент. Вам спасибо. Из-за этого мира нужно работать. Мир так просто не создается. Потому что мир – это созидательная вещь. В отличие от войны, которая разрушительна. Спасибо большое. Спасибо, господин президент. Уважаемые телезрители, гостем программы «Украина с Тиграном Мартиросяном» сегодня был президент Республики Армения Армен Вартанович Саркисян. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова